всех приветствую мои родные любимые и сердцу моего дорогие христолюбчики и братцы и сестры во христе и все люди на земле всех приветствую всем желаю самого всего доброго в ваши души сердца умы здоровья в тела и во все сферы вашей жизни в семье в дома и в любую бытовуху всего самого доброго зовут меня кузнецов дмитрий евгеньевич в интернете известен как веган христолюб и это видео на которое вы попали это анонс плейлиста на моем канале христолюб проповеди или голоса пьющего в пустыне я создал естественно отдельный плейлист с проповедями о посте который я так и называю прямо постоянства в любви ко всему божьему творению картинку хотел подобрать разные вот у меня допустим о вегетарианстве такая есть тут очень хороший такой такая говорящая иллюстрация где знак вопроса на тарелке но тут мелко написано вегетарианство я решил все-таки сделать вот такой значок там не видно этой тарелочки но я думаю мне почему кажется такой значок будет я надеюсь больше привлекать внимание вызывать желание кликнуть на ролик и посмотреть его я к своим плейлистам на каналах папа по мере так скажем наполнение плейлистов какой-то некой грани когда подходит я записываю такие анонсы чтобы все видео которые собраны в плейлисте были человеку хоть как-то представлены как-то анонсированы у человека сложилось хоть какое-то впечатление о том что он увидит я и записываю такие анонсы на своем канале этом христолюб про видели голос в пищу в пустыне в частности у меня есть три канала посвященные любви к божьему творению в частности к животным это я их разделил специально три плейлиста сейчас объясню по какому принципу первый плейлист на данный момент там 42 видео даже не с него я начал простите давайте вот с первым я вот так называл как я сказал пост пост или постоянство в любви потому что слово постоянство имеет своим корнем слово пост постоянство и наоборот постоянство кто понимает и тела этим и логически подразумевает пост слоу пост подразумевает постоянство в чем же должно быть это постоянство у христианина в любви кому конечно же и к людям ко всему божьему творению к людям безусловно природе безусловно ну и однозначно к части божьего мироздания которые что-то среднее между природой и человеком это животные да можно так назвать живые души дань они обладают такой полнотой природы как человек но во многом практически на 95 процентов наверно не очень на нас похожи или мы на них как хотите мы одно бог один любовь одна ко всему божьему творению бог не может ненавидеть то что он сотворил и значит мы если мы не любим божье творение а убивать и любить невозможно значит мы не любим бога тот кто говорит что он любит и убивает любит и лишает свободы живое существо тот человек ненавидит своего творца и творца вселенной именно поэтому по этой причине я разделил на своем канале вот эту тему о любви к живым существам животных нашим меньшим братьям и сестрам на три плейлиста по какому принципу я это сделал и первый плейлист я почему так и назвал именно поста не веган не вегетарианство ну или вот таким сложным этим логическим оборотом пост большими заглавными буквами оянство в любви постоянство в любви к божьему творению потому что этот плейлист я хотел бы конечно адресовать в первую очередь людям даже не то что христианам ну любым людям верующим как бы как любит говорить верующим в бога в принципе вы можете принадлежать любой религии даже таким как буддизм по сути йога который не называется даже религии до может быть учением или мировоззрением но бог конечно один и мироздание как бы мы тут не пытались и делиться мы все его творением на какие бы мы сектора и конфессии там не пытались поделиться суть 1 бог есть он один он истинно это истина в чем в любви бог есть любовь потому что бог и счастье и радость и благо а это благо счастье и радость мы получаем за счет любви а любовь проявляется в каких-то делах но что-то кому-то делаем что-то кто-то нам делает мы получаем удовольствие и мы радуемся то есть радуемся ну а ставь становимся счастливыми вот и поэтому я разделил специально так как я себя как христианин или как веган христианина как веган христолюб не отделяю веганство от христианство и веганство является часть христианство я так как считаю потому что христианство и кто знает что бог есть любовь этот бог однажды явился во плоти и вив себя и своими свое имя свою сущность своей нутро свою природу всему человечеству именно через воплощение бога лично я познал что бог есть абсолютная совершенная любовь у которого одна вот эта природа ими и поэтому даже веганство для Для меня это часть христианства, потому что это любовь лишь к одному из, к одной из, так скажем, области Божьего творения. Но при всем при этом, так как я хотел, чтобы люди разные попадали на эти видео, я вот поэтому разделил. И один вот плейлист, поэтому и слово пост, оно более понятно, известно, плюс оно искажено во всех религиях, потому что люди считают, что пост это некое временное воздержание от какой-то пищи ради того, чтобы угодить Богу. Это полный бред, ахинея, человеческие извращения, настоящего понимания даже религиозного слова пост. Пост это полностью отречение, постоянство отречения от зла и творения добра. И вот именно, сегодня ты раз попробовал, завтра два. Почему я и так и называю плейлист, постоянство в любви. Это постоянство в отречении от зла и творения блага. Поэтому тот, кто думает, что он два дня может попаститься, не поесть, как они говорят, мясо, хотя мясо это не еда, мясо это труп убитого животного, убитого, существа живого. Это не еда, Бог не создавал мясо. Мясо это плоть убитого живого существа. Она так, можно тогда и человеков убивать и их пожирать. И так как, особенно в религиях, слово пост и его значение искажено, я именно поэтому разделил. И я, в основном, говорю, конечно же, по большей части обращаюсь к людям, ну вот верующим, как это говорят, в Бога, да, в истину. В невидимый мир, во что-то высокое, вселенная. А вот второй плейлист, где я собирал, там, и плюс я, конечно же, эти два плейлиста разделены по еще очень грубому такому делению. Это мои и не мои. Вот если в первом плейлисте «Постоянство в любви ко всему Божьему творению» там мои все авторские христианские проповеди, то во втором плейлисте, в котором сейчас вот тоже на сегодняшний день, ой, и тут, и тут 42 получилось. Ну ничего. Вот в этом тоже 42, в моем тоже 42. Это где я собирал всевозможные ролики в интернете, начиная с полнометражных документальных или художественных фильмов о вегетарианстве, о веганстве, о любви к животным, и заканчивая любыми клипами, песнями или такими же проповедями, высказываниями, мыслями известных, неизвестных людей, проповедников, кого угодно. Разных национальностей, разных вероисповеданий, мировоззрений, разных возрастов. То есть там я собираю клипы тех, кто через музыку пытается донести людям эту истину. Вот в этом плейлисте все собрано. В этом плейлисте уже есть анонс, поэтому больше о нем я ничего говорить не буду. Вот такой вот значок, вы его там найдете, но он в принципе у вас и здесь просматривается. Он естественно стоит первым, ну все вот эти анонсы плейлиста, естественно я ставлю первым номером в каждом плейлисте, чтобы человек смог познакомиться со всеми видео в него входящими. О нем я умолкаю. У кого есть желание помимо моих проповедей или вообще мимо моих проповедей послушать других, я говорю людей разных, разных очень действительно национальностей, конфессий, христианских, нехристианских, религий, я говорю полов и возрастов, пожалуйста плейлист к вашим услугам. Эти ролики даже не закачаны естественно на мой канал, потому что сейчас везде авторские права, они просто я их собирал в плейлисте по ссылке, кто знает так можно делать. То же самое вы можете делать и с моими видео, и с этими видео собирать свой плейлист. Плейлист вы можете создать у себя на канале, на вашем аккаунте YouTube или еще где-то, и туда добавлять все вам понравившиеся видео. Не на канал, не загружать их, а просто там можно по ссылке, и у вас будет такой свой плейлист, но с тем, что вы собираете сами. И третий плейлист, и если я, ну единственное, что я скажу об этом еще, да, в плейлисте, вот который веган, вегетарианство, веганство, вегетарианец, как угодно я несколько просто для ключевых запросов сделал слов, где я собирал не свои видео. Кто знает, веганство это целое движение, оно подразумевает всю любовь, все дела любви, а животные, какие только возможны. То есть это не только убийство и пожирание трупов, это убийство и ради меха там или чего-то, кожа этих животных, это и эксплуатация животных в зоопарках, в цирках, это и эксплуатация животных, издевательство над ними во время медицинских всяких опытов, экспериментов и так далее. Все, 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 что только может быть связано с лишением свободы и жизни живое существо, это все есть в веганском движении. Эти ролики я не стал разделять, а вот свои видео я все-таки разделил на два плейлиста. И сегодня анонс, в частности, который он сказал о постоянстве любви, но в принципе и второй плейлист, он не сильно, конечно же, от него отличается. Это я назвал «Любовь к животным». Суть одна, может быть, я как-то даже поменяю со временем название, потому что там тоже «Любовь к животным» просто проявляется в том, чтобы не убить и не сожрать. Но опять же, там я говорю как бы не зря, он постоянствует, слово «пост-религиозных людей» сочетается с едой. Поэтому там, конечно же, будет в основном идти речь о еде, о пользе, потому что, ну, многие считают, что труп у мертвого животного, убитого животного – это еда, но это, в принципе, не еда. Но так как этот бред, маразм и зло вошло в человеческие умы, сердца и вообще бытие наше земное, я именно, естественно, так и назвал. А вот в этом, так назовем, третьем плейлисте я просто отделил вот именно все остальное, все, что еды не касается. Это да. Ну, как я вам уже сказал, это когда мы ради кожи, там, шерсти животных убиваем, ради, там, цирков и зоопарков лишаем их свободу, издеваемся ради, там, якобы благополучия человечества, проводя всякие просто нечеловеческие, я бы даже таким словом выразился, эксперименты над животными нечеловеческие. Да, мы называем себя людьми, человеками с большой буквы, но кто такое вытворяет, ни человеками, ни людьми не являются. Это обычные бесноватые духовные сущности, уже не люди. Ну, сегодня мы поговорим, естественно, не об этом плейлисте, на него я когда-нибудь, там всего, как вы видите, 4 видео отдельное собрал, будет, может быть, побольше, я на него сделаю свой анонс. А сегодняшний анонс посвящен, вот как уже много-много раз сказал, последний раз скажу, плейлисту, пост или постоянство. Ну, я так и называю пост или постоянство, с той целью, чтобы все-таки ключевые слова были в названиях, потому что если ты назовешь постоянство просто в любви, нейронные сети YouTube, алгоритмы просто не поймут, о чем это видео, эти плейлисты. И поэтому я пост или постоянство в любви, ну, я не стал тоже к божьему творению писать, потому что там определенное количество знаков в названии, все не уместишь. Я так сразу написал, в любви к людям, животным и... Тут вот целиком не видно, сейчас плейлист откроем. И природе, да. Ну, я подсмотрел, потому что я мог по-разному написать вселенной. Ну, называется он вот в частности так. Мы с вами, давайте, переходим к самому теперь плейлисту. И я анонсирую все видео. Я уже перед этим видео записал ролик. Вот такой у него значок. Сейчас я его найду, где я его подготовил. Вот он. Я веган. Это видео просто еще не загрузил, поэтому в плейлисте его нету, но оно пойдет вторым номером. Вот это видео, естественно, идет первым номером, как анонс. И вторым номером пойдет вот такой вот значок, вы увидите. Ролик будет называться Я веган христолюб. В нем его, он будет под вторым номером. Его я не то, что рекомендую, а, ну да, я рекомендую всем к просмотру. Особенно тем, кто хочет со мной лично общаться, да, познакомиться, пообщаться. Вот, потому что там я скажу очень важные вещи, помимо веганства, что для меня это, как и для любого человека, познавшего истину, и его проповедующего, очень важно, чтобы вы тоже это делали. Если вы это не делаете, то, пожалуйста, смотрите, ну, не пишите мне, не связывайтесь со мной, потому что если вы живете греховной жизнью, то вы можете смотреть мои видео, они все доступны свободно в интернете, в свободном бесплатном доступе, но общаться я с убийцами не хочу. Не хочу ничего выяснять, какими-то непонятными, я должен фантастическими способами доказать вам, что убийство – это зло. Но, хотя в самом слое, само убийство – это и есть зло. Вот, то мне просто не о чем с вами говорить. Поэтому это видео, ну, я, в принципе, я его уже анонсирую, да, то есть это второе видео, в плейлисте его сейчас нет, поэтому я вам открыл просто значок, который еще не загрузил. Я вам его анонсирую. То есть в этом видео я, во-первых, расскажу о себе, что я христианин, и я вегетарианец, даже больше того, я веганец, да. Вот, я все это расскажу и расскажу, почему, как, и почему надо это делать, почему я такой, да, и что я даже требую порой от тех, кто хочет со мной общаться. Вот такое вот видео, оно не зря, понятно, стоит на втором месте после самого анонса. Я думаю, вы понимаете важность его просмотра. Ну, больше говорить нечего, все там вы поймете, когда будете смотреть непосредственно, конечно же, само видео. Дальше я, вы знаете, я за время проповеди в интернете, это больше трех лет, и я практически никакие ролики свои не удалял, несмотря на то, что, конечно же, что-то у меня шлифуется, что-то изменяется, что-то корректируется. Сейчас я перехожу на новые, так скажем, ступени в деятельной любви, и моя любовь к людям проявляется по-разному, да. Вначале, конечно, когда я выходил, были достаточно такие мягкие проповеди. О себе я говорил одно и то же, конечно же, постоянно, но к людям призывы мои к святости были в разной форме. Вот сейчас они перешли в такую достаточно ультимативную, твердую форму, но при этом я не скрываю своих предыдущих роликов, старых, наоборот, очень рад буду, что если вы их посмотрите, увидите, что лично я и вчера, и сегодня один и тот же, да. Видео в этом плейлисте я собираю по простому признаку, потому что, вот я и говорю, этот плейлист особо подойдет и должен по-хорошему чистой, светлой душе христианской, или вообще любой душе, тянущейся к Богу, к познанию Бога, истины, совершенства, святости. Поэтому в этот, помимо того, что сама его тематика, естественно, веганство, любовь к животным, пост, все тут вместе в одном кувшинчике, так скажем, само расположение, вы поймете, я сразу скажу, о нем очень простое. Представьте себе Библию и все события в этой книге, да, кто помнит ее, кто не знает, рекомендую всем обратиться к моему еще одному каналу Христолюб, чтение библии иных писаний, и там вместе со мной почитать, послушать мои комментарии всей книги Библии, всех книг, писаний, нового и Ветхого Завета. Здесь, в этом плейлисте, я собираю ролики в точно таком же хронологическом порядке, поэтому мы сейчас с вами пойдем, и вам многое будет понятно, почему кто хоть как-то с Библией знаком, тому все станет сейчас ясно. Поэтому, естественно, ну, здесь есть предисловие, потому что в свое время, вот еще три года назад, когда я только вышел на YouTube, я записал практически сразу вот серию вот таких вот видео, посвященных посту, причем я вот именно записывал их, руководствуясь Библией, кто знает, писаниями, да, и почему я говорю, что этот плейлист, конечно же, подойдет больше людям, ну, хоть как-то связанным с Библией, знакомым с Библией, да, я даже здесь не все захватил, еще выделил, они вот где-то тогда, вот до 10-го видео, ну, цифры здесь стоят сейчас слева, порядковые номера в плейлисте, когда я добавлю два ролика, они сместятся, ну, если так, как вы видите, грубо сказать, на экране, то 10 видео первых, это достаточно старые ролики, вы всегда видите в названии видео дату, когда я его записывал, как вы можете убедиться, сегодня у нас 18.02.18 февраля 2020 года, то это декабрь 2016, ну, пусть 17, то есть это три, как я вам и говорю, трехлетней давности все видео, их сразу видно, но я все равно их рекомендую к просмотру, я думаю, что для тех, кто вообще впервые с этой темой сталкивается, для многих христиан вообще это удивительно, что христианин не должен убивать животных, то я думаю, даже эти мои старые видео много на что откроют вам глаза, ну, конечно же, более последние ролики, с одной стороны, у меня более горячие, более, мне кажется, может быть, интересные, но это только мне кажется, потому что они свежие, а старенькие, кажется, уже что, я понимаю, что кто первый раз будет смотреть, ему и те старенькие будут как недосягаемая планка, вот, и, возможно, они, наоборот, будут более мягчие и принесут больше плода, поэтому я их все добавляю, ну, а по принципу, в принципе, исторического времени, да, поэтому начинаю я, и, ну, тогда я записал предисловие, так скажем, к этому циклу, я его удалять не хочу, пусть оно будет, оно всего полчаса, все равно я рекомендую к просмотру, то есть я тоже сказал какое-то предисловие, анонсировал что-то, я уж не помню, делал ли я анонс как бы по этим видео, или я их потом, нет, по-моему, предисловие записал после того, как я тоже вот эту серию записал, я как бы, грубо говоря, сказал вот о чем я буду говорить, поэтому, вы знаете, повторение мать учения, я думаю, что вам вреда это не нанесет, принесет только пользу, ну, и, по сути, я сделал обзор вот этого вот видео предисловия, постпредисловия, хотя это анонс, кажется, чем отличается, да, но это более свежий, а это, так скажем, трехлетней давности. Что у нас дальше? Дальше у нас это по первой главе книги «Бытия», где Бог дает человеку в пищу все, кроме, как ее почему-то грешники называют, едой, полученной посредством убийства живого существа, Бог этого не давал, Бог сотворил идеальный мир, где не было скорбей и страданий, а вы никак не получите труп убитого животного, не пролив его крови, которую невозможно пролить без мучений и страданий живого существа. Я ссылаюсь на некого, кто знает, в ортодоксальных христианских церквях есть такой святой, один из великих, трех великих святителей, столпов церкви, это Василий Великий, я, воспользовавшись его мыслями, толкованием, как хотите, комментариями как раз на это место Библии, я и говорю свою речь. Ролик час 0-4, больше часа, 1 час 4 минуты, но я рекомендую вам его обязательно, конечно же, к просмотру, но как и все остальные, ладно, слово рекомендации я больше не буду, употреблять понятно, да? Вы сами, конечно, выбирайте, что вам смотреть. Следующий ролик – пост воздержания из любви к животным, вегетарианство или кровожадность. Всем известное место, 9 глава, после потопа якобы Господь Ною чуть ли не обязует убивать животных. Это полный бред, это не так, выбор остается всегда за человеком, грешить ему или идти к совершенству. Дальше я записываю ролик, очень люблю я это место, в Ветхом Завете, это книга пророка Даниила, о пророке Данииле и его друзьях, которые питались веганской пищей, имея возможность потреблять все, всю трапезу, даже с самого царского стола царяного худоносора, кто помнит. Там я это показываю, многие не знают об этом месте, место чудное, удивительное, обязательно с ним надо познакомиться. Следующий ролик это по книге чисел, 11 глава, кто помнит случай, где еврейский народ, выведенный Богом из египетского рабства, недоволен был небесной веганской манной пищей, веганской пищей манной, даваемой Богом с небес. Да, они требовали себе мяса, рыбы, Бог дал им мясо, что они заболевали, не успев наесться. Вот этот случай тоже очень показательный, хочется, чтобы люди о нем знали, кто никогда не знал. Но если знал, уже напомнил и посмотрел на него, может быть, чуть другой призмы с этого времени, чем усмотрел до того, когда сам убивал или проплачивал эти убийства и пожирал эти трупы беззащитно убитых животных. Дальше я записываю ролик, кто тоже знает, кто не знает, рассказываю на достаточно известное место книга пророки Исаии, 58 глава, что так было от начала и так будет в конце, что никто никого пожирать не будет. Но это не потому, что Бог в нашу природу вложит невозможность пожирания. В Адама была точно такая же природа. Он и не должен был есть. Он согрешил. И в будущем, в Царстве Небесном, будут только те люди, которые добровольно изберут не убивать живые существа. А не потому, что Бог вдруг изменит тебе природу. А что ж тогда Бог Адама-то наградил природой, чтобы он имел возможность согрешить? Мы даже в Царстве Небесном останемся свободными согрешить. Но святые люди грешить не будут. Они избрали свой путь. Они не хотят грешить. И ничто их никогда. Их уже на этой земле. Вот именно. Заметьте, в каких условиях, где им вешают лапшу на уши, что вы помрете без мяса, вы будете болеть, вы будете страдать. И люди на этой земле с пистолетом у виска готовы быть святыми. Уж тем более в Царстве Небесном, где их будут точно такие же окружать. Вы знаете, как Бернард Шоу говорил. Мне до 90 лет, до 80, все врачи убеждались, что я умру. И напрягали меня, выносили мне мозг, что я без мяса умру. И все, и буду болеть. Мне сейчас 95, и все те, кто меня в этом убеждали, врачи уже померли. Теперь я, говорит, оставлен в покое. Вот это из этой серии. Дальше я разбираю и записываю ролик по второзаконию, по 4-й, 11-й главе. Очень важно тоже почитать и знать эти места. Пусть достаточно выдраны из контекста, но вы сами видите, я делаю ссылку на 2-ю, на 4-ю, 11-ю главу. Сами понимаете, какой масштаб мы там рассмотрим. Ролик полтора часа. И более того, я их поделил еще... Это один ролик, но я поделил его на две части. И тут же записываю еще на час. Видео по второзаконию, 28-32 глава. То есть, 2,5 часа, можно сказать, один ролик по второзаконию тоже. Очень важно. Достаточно недавно, когда я уже практически заканчиваю записывать Ветхий Завет окончательно на своем канале. Христолюб Библии и Чтениных Писаний. Естественно, при чтении книги Царств, 3-й книги Царств, 17-й, 19-й глава, кто знает, есть такой момент, на который трупояды тоже любят ссылаться, что Илье Бог посылал ворона, которому приносил мясо. И я даже в этом ролике, тогда, я даю ссылку просто с того канала, кто видит, тут всегда есть под роликами указано, с какого это канала. Видно, что это не с этого канала проповедит, Тел Библии. Там я, может быть, немножко больше рассматривал. Я его в мыслях не только посвящал тому моменту. И там не зря, вы видите, именно с 17-й по 19-й глава, там описан весь тот период бегства Ильи, кто помнит, от некой царицы Изавели, которая хотела его убить. И там я показываю, что вы, как всегда, любите вырывать из контекста. Во-первых, ворон приносил ему на выбор. Там было и хлеб, и мясо. И, как всегда, он мог не есть это мясо. Это раз. У него была еда. Во-вторых, я там показывал. Почему-то потом дальше, когда Господь посылает ангела, а не ворона, который, кстати, символ такой смерти, кто знает, черноты и так далее, да, такая птица, нехорошая на самом деле, всегда во всех эпосах, во всех притчах, преданиях, там, да, сказках, сказаниях, то потом ему ангел только почему-то уже одну веганскую еду приносит. И я вот там все это показываю для тех, кто, ну, конечно, кто ищет для себя оправдание греха, они всегда найдут ее. Для тех, кто ищет повод для святости, при просмотре этих роликов, обретут их вот так вот с головой еще и потонете во всех этих доводах того, что человек должен любить все Божье творение. Дальше, вот я говорю, как я вам сказал, видите, я эти ролики даже вставил по синхронности, хотя следующий ролик, это опять 16-го года, на Исаии 65-66 я записал. Хотя Исаию можно было соединить, но я этим роликом, помню, закончил цикл «Небесное Божье Царство и Царство Любви». Вот как раз там тоже обо всем, где там лев, ягненок, кто помнит все это. Ну, по Исаии, получается, тоже получилось два видео, час и 56, ну, два часа почти. Но зато вы многое-многое познаете. Кто, естественно, вы будете смотреть, если вам это интересно. Понятно, я вас не могу не заставить, не убедить, я могу только заинтересовать. Если вы хотите разобраться во всех этих моментах, вы разберетесь. Дальше, получается, ну, здесь, получается, с 11 по 16, как я вам сказал, порядковые номера сдвинутся, когда я ролики добавлю вперед эти два, и еще буду добавлять, будут меняться порядковые номера по Ютубу. Ну, я буду выражаться тем, что видим на экране, а там уж, понятно, будут некоторые изменения. Как вы видите, это все видео с канала Христалю Библии и Иные Писания. Это, естественно, притча о Сеятеле по Евангелию от Марка. Это испытание, кто помнит, очень часто называют 40-дневным постом Господа в пустыне. Вот как раз там, при очередном чтении Евангелия, я поставил себе цель записать, рассмотреть весь этот пост, как он называет, а по сути, правильно должно, так и должно называться, как написано в Евангелии. Испытание Бога, вот именно, испытание Иисуса в пустыне, вот мы должны посмотреть, что это было за испытание, от чего он там отказался. Он просто постился, чтобы потом выйти опять убивать, хотя он и до этого не убивал. Всем рекомендую эти видео, вот в рамках и в контексте, и в мысли любви к животным, вот посмотрите. Я их специально сюда собираю с разных, как видите, каналов, чтобы вы это не искали, чтобы я вот так мог поделиться, и вы могли все ответы на свои вопросы по данной теме найти. Дальше в видео в основном пойдут, ну нет, вот еще будут с Библией, все равно, да, ничего. Будет все вперемешку, я их собирал, я говорю, в принципе, по так историческим событиям, да. То есть, мы, видите, мы с вами ветхие посмотрели завет, перешли к Евангелию, новый завет у нас открылся. Ролик на 10 минут. Любовь к животным, от Бога ли она? Это моя простая, в простоте слова, устная проповедь с этого канала, проповеди ли голоса пьющего. Дальше очень рекомендую. Конечно же, их я рекомендую читать, слушать в том, в той последовательности, в которой я и показываю. Конечно же, я это все делаю не без умысла, без какого-то теории, что исторически вы складываете, все вы поймете. Что все видео, которые на этом канале проповеди, конечно же, они один за другим идут, потому что кто-то писал какие-то комментарии, я на них отвечал, или как-то плюс это что-то задевало, кто-то в личку, их, конечно, слушать вот так в сербор тоже неправильных, надо слушать в том порядке, в каком они у меня и публиковались, допустим, вот на этом канале проповеди, потому что этот канал более живой в том плане, какая тема у меня есть по жизни там важная сейчас, я обычно серию записываю тоже, кто-то как-то реагирует, я реагирую на эту реакцию и так далее. И вот такая получается серия роликов «Любовь к животным от Бога Лиана», второй ролик почти час пятьдесят, это «Начальник жизни или душегуб убийца, сам себе выбери проповедника учителя», там я на основании Евангелия показываю, когда меня обвиняют, что я несу полную ахинею с этой любовью к животным, особенно в христианстве, да. И вот эти вот, кто меня вот так обвиняет и сами проповедует убийство, наоборот, этих животных, я говорю, мои родные, дорогие, возьмите, выберите сами себе, либо проповедника света, ангела светлого, либо проповедника тьмы, смерти и страданий, выбирайте сами, вот. Там я обо всем этом говорил. Следующее, вам написали в Библии, а я, Христолюб, говорю вам, все это в духе, я там много говорю, час тридцать пять ролик, но я много говорю именно о любви к животным. Тоже ролик, они в некоторых плейлистах дублируются у меня видео, так как я разные темы затрагиваю, но если не продублируешь, они просто потеряются, да. Этот ролик, конечно же, я там, у меня есть плейлисты писания, да, Библию, искажения, я там и туда его вставляю, но и так как я там много говорил о любви к животным, о вегетарианстве, да, о вегетарианстве, то я его сюда, естественно, добавляю. Отделенные или ранние христиане, зарождение монашества в христианстве, час 07 ролик, то же самое. Я очень много говорил именно о том, как жил Иисус, жили его первые ученики, и, естественно, все это через призму питания, через призму жизни в любви ко всему Божьему творению. Дальше старый ролик опять с канала Библийные писания, послание к коринфянам, тело Христовое вместе о порозе члены, там я тоже говорю, там, кто помнит, на это место, где, да, все ешь, лишь бы брат-то не ешь, православная такая есть интерпретация, по сути, вот этого места в коринфянам, это полный бред, я об этом буду говорить. Тоже оттуда же с Библийных писания, тоже 16 декабря 2016 года, но это все из той серии, видите, я их просто разделил так, как они разделены исторически. Я пошел по принципу не дат, их все-таки добавлять, когда я их записывал, вот эти старые я мог бы туда собрать, а все-таки по временам. Это постоянство евангельской жизни по заповедям Божьим, кто знает, есть такой трактат, пастырь Ерм или Ерма, это одно из раннехристианских текстов, ну, такие неканонические, канонические, там они сами не знают, те же самые православные католики, протестанты, к чему вы причислять, там прям все есть, что ранние христиане были вегетарианцами, не убивали животных. Рекомендую посмотреть очень, 40 минут, не потратите это время, вы бессмысленно, я вас уверяю. Один из моих тоже вот этих старых роликов с этого канала, я голодал на воде 7 дней, жил без еды, вел в день, вел дневник такое видео, по 10 минут в день записывал свои эмоции, размышления, плюс предисловие, плюс послесловие, час пятьдесят получился ролик, кому интересно, можете посмотреть мой личный опыт недельного голодания, как его говорят, мокрого, сырого, ну, в общем, без еды на воде. Дальше у нас буквально вот этого года видео, все 19, ну, сейчас 20, ну, в общем, 19, да, предыдущего, ладно, так скажем. Это прям серия видео, тоже их одних за одним записывал. Первое. Неедение, праноедение, солнцеедение, пост, голодание, вегетарианство, веганство. Ну, догадывайтесь, о чем, в принципе, сюда набор слов поставил в название, чтобы, в принципе, было понятно. Но в основном на значке, вы видите, есть или не есть, ролик был посвящен... Почему я говорю, видите, что у меня не совсем здесь о веганстве, о многих вещах тоже. Хотя, говорю, кто и веганы, они тоже об этих вещах разговаривают, о голодании, о пользе, о здоровом питании. И поэтому у меня, в принципе, то же самое. Но единственное, я говорю, по большей части, конечно, смысл был разделения этих плейлистов на два. Это мои, не мои видео. Прежде всего, я решил сделать так, да. Кому-то я противен, неинтересен. Я говорю, может быть, их заинтересуют разные люди. Я их там собрал вот по плейлистам. Этот ролик посвящен... Он не зря стоит сначала мой опыт голодания, да, и потом я... Там именно опыт. А здесь моя опять теория, причем через несколько лет, да. Если вы, как видите, этот ролик 6.03.18, то ролик о голодании теоретически... Я опять размышляю там кое-что, обличаю кое-какие там в интернете бредни о том, что да, можно там чуть ли не годами голодать. Этот ролик уже был записан, получается, через два года, 19-го года июля месяца. Думаю, будет вам не безинтересно, кто интересуется подобными вещами по поводу голодания, там, воздержания такого. А затем уже опять серия роликов именно о веганстве, вегетарианстве, неубийстве живых душ ради похоти чрева. Первое – это убить или не убить, как видите на значке написано. Это вегетарианство, христианство, его убить или полюбить, я так и называю его. Следующий ролик 40 минут, тот ролик, а вот следующий ролик 20 минут, 18 даже. Я уже на значке пишу почти точно такой же значок. Зачем? Чем заменить мясо вегетарианства? Чем или зачем заменять мясо труп убитого животного? Там, естественно, я говорю сейчас, кратко скажу, что труп убитого животного вообще ничем заменять не надо. В нем нет ничего полезного. В этом видео я подробно обо всем этом расскажу. Ну, уже такие мои, знаете, эмоциональные ролики, меня как просто личности, как человека, так вам скажу, 3 минуты. Вегетарианство равно христианство. Научитесь прежде не убивать беззащитных животных. По-моему, это подкаст, меня даже не видно, я чисто картинку поставил и так сердце излил. Говорю, господи, убийца, да что же вы делаете-то? Это христиане, горе. Потом 46 минут ролик. Причина веганства. Я постоянно говорю, что причина вегетарианства это одна. Конечно же, все эти болячки, все это сопутствует по телу человеку, который пожирает труп убитого животного, да. Да и употребляет даже молочную пищу. Но прежде всего, это вред, конечно же, душе, это, поэтому, какой у вас должен быть фундамент не убивать, не проплачивать убитых, убийствовать и не потреблять трупы этих убитых животных в себя. Это любовь к животным. Не потому что Кузнецов говорит, не потому что Кузнецов ультиматум там ставит, что он не будет общаться с убийцами живых существ, да. Потому что у вас просто нет любви, вы должны это просто понять. Если вы хотите ее в себе взрастить, открыть, покаяться, вернуться к Богу, к истине, к вечности, к вечному благу бытию, то, конечно же, вы должны перестать грешить и сотворить благо, да. Когда вы перестанете грешить, вам надо будет еще сотворить благо, встать на что. Но об этом еще будут ролики, встать на защиту всего этого, да. Не только словами пустыми, во-первых, самим делом начать, не убивать, да, и проповедовать. Дальше я сюда добавил видео ответы на вопросы номер 50, 28 декабря 2019 года. Я там много говорил, отвечал на подобный вопрос, потому что, сами видите, после этих роликов выходили, когда они публиковались, кто понимает, была реакция в комментариях. И я как раз на них отвечал. Дальше я тоже такой подкаст сделал. Животные – это наши братья и сестры, души живые, они не еда. Там я уже в жесткой форме сказал, что все, кто убивает, вы просто убийцы, бессердечные, сатанисты, и я не хочу даже с вами вообще никакой связи иметь, да. И что я лично животных, да, буду беззащитных, которых некому защитить, кроме меня, кроме таких, как я, я буду делать до последней капли крови. И между ими и вами, которых убивает, я, естественно, выбираю их, да. Этот ролик был опубликован на вот этом канале «Христолюб проповеди». И потом, кто знает, в принципе, мы к этому подобрались, я открыл еще один канал, сделал отдельно, чтобы не мешать все в кучу, назвал его «Христолюб избранная». Как вы видите, под роликами опять можно всегда увидеть название. Вы всегда в описании увидите вот такую желтую звездочку, которая будет говорить, что это. Там я выкладываю отрывки, нарезки вот из своих больших, как вы видите, у меня огромные по продолжительности ролики всегда. И я делаю нарезки. И чтобы их не мешать на канале, я сделал отдельно канал. Но все-таки, так как это нарезки из больших видео, и вот даже в этом ответе на вопросе, несмотря что он 50-й номер по счету ролик, который вышел. Несмотря на то, что он 40 минут, там не все по вопросу, потому что я просто зачитываю комментарии на своем канале, отвечаю на вопросы, если есть. И я стал делать такие нарезки, братья и сестры мне, точнее, помогают, ну, подыскивают, какие им нравятся места, мне сбрасывают, я уже нарезаю, оформляю и туда загружаю. И я, естественно, с того канала все равно стал, вы знаете, в плейлисты их дублировать. Но их легко узнать. Плюс я хочу, чтобы если кому-то они будут удобнее, полезнее, ими легче поделиться, они маленькие. Вот. Но вы их всегда узнаете. И, в принципе, если вы включите и будете слушать то, что вы уже слышали, хотя они маленькие, я думаю, что вас не сильно это нравится. Напряжет, если они вам нравятся, да, еще раз переслушать. Плюс я говорю, ими уже можно полноценно делиться, не к какому-то месту на длинном ролике давать ссылку. Это возможно в YouTube, кто знает как. Там надо галочку поставить, выбрать время, и можно с кем-то поделиться к ролику, дать определенную ссылку, к определенному, называть тайм-код, к определенному времени, да. Вот. И поэтому, в принципе, этот ролик, как вы видите, они по времени практически одинаковые. Там только я заставки разные сделал. 3.56, 3.24. Я потом, естественно, еще раз его продублировал на том канале «Избранном», только я уже сопроводил. Если тот подкаст я делал, по-моему, с одной статичной картинкой, то уже на вот этом «Избранном» я эти ролики более красивыми делаю, монтирую, снабжаю достаточно большим количеством иллюстраций. И поэтому я думаю, что они могут вам больше зайти. У вас у самих, может быть, появится больше интерес их посмотреть или пересмотреть, или с кем-то поделиться. Потому что вот эти ролики с канала «Христалюб. Избранный», они будут более такие насыщенные видеорядом, да, какими-то вставками. То же самое следующее. Я дал четкое определение вегетарианству, да, что это не... Это, ну, пища, мне даже язык вот не поворачивается называть это. Ну, что вегетарианская пища – это пища, которая не получена посредством убийства живого-живого существа любого. То есть энергии смерти, самой плоти этой смерти. Вот и все, все очень просто. Ну, как всегда, я коротко говорить не умею. Ролик получился на 17 минут. Все, я там долго пожевал, разжевал, разные темы поговорил. И вот именно даже его я, конечно же, так как я там разглагольствовал уже потом. Потому что когда ты монтируешь, ты можешь что-то вырезать, обрезать, смонтировать получше. Вот сейчас же я все равно много где-то воды лью, что-то повторяюсь, что-то в живом режиме включаю. Все эти какие-то паузы ненужные, да, непонятные переклики, там картинка красиво сбивается. То там я уже, опять же, как вы видите, на избранном добавил этот же ролик, только я его обрезал. Он получился 11 минут, насытил иллюстрациями. Думаю, тоже будет полезно. Потому что все это, когда через глаза тоже по-другому воспринимается информация, когда слова сопровождаются тоже этими картинками всякими, и жестокими, и добрыми, особенно касаясь темы вегетарианства, это прекрасно понимаете. А то мы говорить об этом совсем не любим, да. Мы пожирать труп любим. А как подумать, как он попал ко мне, посредством чего на стол? Мы почему-то не хотим на это смотреть. Следующий ролик Хоакин Феникс сделал золотой. Я сюда добавляю уже вот в этот плейлист, не когда я просто пересылку, а когда я что-то беру, какой-то пост, какой-то знаменитости тоже говорю. Тогда это уже мои все-таки авторские ролики. Я просто пользуюсь картинками, там, статьями, текстами. Поэтому они, а то подумайте, опять, что с тем плейлистом пересылка. Нет, туда я добавляю, где меня вообще нету. Вы помните тот плейлист? Веган, вегетарианец. А вот это постоянство в любви, это мои авторские христианские проповеди. Здесь я записал видео. Хоакин Феникс сделал золотой глобус 2020 веганским. И там я рассказывал, во-первых, о самом Хоакине кое-что. И о том, как он глобус 2020 сделал веганским. Пол Маккартни о вегетарианстве и скотобойник за стеклом. Ну, три минуты всего о Хоакине. Тридцать минут ролик. Потом я добавил в этот плейлист. У меня было две очень таких интересных, полезных, плодотворных бесед с моей уже давно любимой мной горячой. Мы общаемся с сестрой со мной. И я с ней. Это Викуля. И мы с ней тогда еще... Она от моей проповеди единственная, я всегда говорю, кто сразу, услышав, что я вот вегетарианец... Ну, тогда я даже веганил опять, как я сегодня не рассказывал, да. Но вы узнаете в следующем видео, да. То есть я не все 10 лет был веганцем. Я с вегетарианством и веганцем немного плавал, да. И, ну, в тот момент, я помню, когда мы с ней записывали, я веганил, да. Я это все говорил публично. Ее это зацепило. И, как я всем говорю, это единственный плод был, когда мои такие... Ну, я всегда был достаточно твердым и жестким, но я был к себе, да. И к людям. Я говорил просто, что это надо. Но кто посмотрит вот именно вот эти видео, ну, все тогда поймет. Сейчас я уж не буду сам себя сравнивать, да. Викуля тогда сразу покаялась, отстала от этого греха. И, более того, всегда меня поддерживал. Даже она мне давала волшебных пенделей. И, в общем-то, мое последнее окончательное возвращение к веганству, с которым я уже никогда слазить не собираюсь, по сути, было тоже с ее подачей волшебного пенделя. Я из-за этого низко кланяю, сестра, мир и любовь. И мои объятия братские, крепкие. Роликов у нас с ней было несколько. И, в частности, она сама хотела, я говорю, первый ролик, это когда мы разговаривали. Вот вы можете видеть пост или питание христолюбцев. А уже второй, я помню, ну, второй по этой теме у нас с ней было, может быть, бесед пять публичных мы выкладывали. Мы уже как бы вместе договорившись, даже, так скажем, уже, ну, по сути, игра двух актеров была. Пост – это постоянство в любви через воздержание. Уже так мы, уже, как говорится, вместе проповедовали, да. Оба этих видео я рекомендую посмотреть. Но я при этом, другая сестра, галочка, скинула мне нарезку из этого видео. И как раз я вырезал это, где я непосредственно прям говорю о веганстве. Получилось 14 минут. Вот это вот из-за, ну, вы можете, я даты в избранных, кстати, ставлю не даты, когда я эти ролики создавал, а даты тех видео, из которых я вырезаю, чтобы знать, в каком году я это говорил. Вот. И как вы видите, по датам можно понять, что это вот в этом первом ролике, когда мы с ней, так скажем, на эту тему. Ну, вернее, тот ролик тоже не первый. Она меня это услышала раньше в других видео. Даже в этом видео она уже стала, так скажем, на этот путь. Она уже, как говорится, мне поддакивала. Вы будете слышать там. Там, правда, только мое лицо, да. Камера была только моя. И Викулю вы будете слышать. Она уже там да-да-да-да. То есть она как бы... Мы уже так уже беседуем. Это я помню, это наш не первый разговор был. Ну, и вот эта вот нарезка 14-минутная, это как раз из этой беседы. Ну, я рекомендую, конечно же, все послушать. Но, опять же, этим роликом можно поделиться. Ну, и плюс, конечно же, тот канал «Избранное» завел для возможности, что просто ролики будут где-то в Ютубе, да, тоже лучше ранжироваться. Кто-то короткий ролик скорее посмотрит. Дальше. Дальше вот идет как раз все видео, как вы видите, звездочку. Они идут вот с этого канала «Избранное», «Христолюб» «Избранное». То, что вы их пересмотрите, я думаю, что, говорю, лишним не будет. Они все в основном, всегда все равно на «Избранном» короткие. В ответах на вопросах я вырезал... Ну, правда, здесь я один раз, как видите, ответы на вопросы добавил, такой полноценный, но он просто еще за счет того, что был небольшой. Так у меня ответы на вопросы, ролики по два часа бывают, да. И там я вот именно так, как комментарии, как обычно, постоянно там «Не неси чепуху», там «С этой любовью к животным», я отвечал. И вот именно из этих, в основном вот эти вот сейчас видео, которые... Если, конечно, кто-то меня постоянно смотрит, постоянно смотрел эти ответы, он это слышал. Но те, кто вы не смотрели или не так давно меня смотрите, или захотите просто узнать о любви к животным, о вегенстве, конечно же, вы эти ролики уже нигде не найдете. Я именно вырезав их оттуда, смонтировав и выгрузив на канал «Христалюб избранный», я добавил их в этот плейлист. Именно в плейлист пост «Постоянства в любви», чтобы они не потерялись. Один вот 5.46, 5 минут, 6 минут пусть, да. Другие два не помню, как видите, на них написано «Скоро премьера», они загружены, но еще не опубликованы, скоро опубликуются. Ну, там они небольшие. На «Избранный» стараемся держать формат, хотя сестры мне иногда вот такие куски все равно сбрасывают. Ну, стараемся до 10-15, максимум 20 минут уложиться. Как видите, для меня и это коротко, потому что у меня очень большие видео в основном, когда я вот в свободе слова. У нас вот анонс уже к 50-й минуте пододвигается. Ну, я анонсирую просто сейчас их название, сами посмотрите, их разберетесь. Животные – это наши братья и сестры, души живые, они не еда. Ну, что-то похоже, вот как на те, где я уже так изливаю просто боль своего сердца, да, на то, что, Господи, люди, да, страшный грех, который вы совершаете. Отречься надо срочно от этого. Следующий ролик «Веганы, христиане, Бог один, значит одна любовь». Если Бог один, любовь-то одна, и все его творение, как вы имеете право убивать его творение? Вы неправильно понимаете ни девятую главу книги «Бытие». Бог не мог разрешить убивать собственное творение. Вы никогда бы никому не позволили убивать свое творение. Вы что, можете старшему сыну позволить убить младшего, только потому, что он младший, или что? Вы подумайте над этим безумием. Ладно, сегодня без эмоций, это анонс, надо его холодно провести. «Веганы, христиане», следующий ролик. Я говорю, это моя мечта увидеть, когда сказать, что ты христианин и убиваешь животных, будет просто постыдно для человека. И более того, для других будет понимать, что ты и не христианин никакой. Вот там я об этом свои мысли высказывал. В ответах на вопросах ролик нарезался, проводил картинками, но все, как вам и рассказывал. Еще одно видео из этой же серии, из последних недавних ответов. Тоже назвал я его «Сильный, пожирает слабого» или «Право на убийство». Тоже дал. Все они, конечно, чуть-чуть отличаются. С разных сторон. Я чего только не слышал по поводу, почему можно их, как только это убийство не пытаются оправдать. Естественно, я на все это отвечаю. И последнее видео. Я его все время отодвигаю, хотя оно записано раньше. Может быть, его надо было бы в начало поставить, но все-таки я его ставлю почему-то в конце. Это «Гимн вегетарианцев». Ролик всего 4 минуты. Это стих. Я, наверное, больше ничего говорить не буду, вы сами все понимаете. Это стих, который я сам зачитал. Стих дореволюционный, еще 100-летний царской России, вегетарианцев царской России. Одного из известных вегетарианцев царской России. Этот гимн в сообществах всегда пели. Он очень красивый, он очень глубокий. И я, как там сказал, хочется, чтобы этот гимн, это мировоззрение, действительно, этот гимн, да, стал гимном для каждого христианина. Мне прям хочется особо. Ну, вообще, конечно, для всех людей на земле. От того, что только христиане перестанут убивать, скотобойни завтра не закроют, слезы животных не перестанут литься. Поэтому, конечно же, моя мечта увидеть, чтобы вся земля стала святой. Но мы знаем, что, конечно, это не случится. Особенно христиане знают, благодаря откровениям. Но мы должны, мы себя должны сделать святыми, да, и к этому стремиться. В принципе, на этом все. Я говорю, целью этого ролика не ставлю проповедь, просто анонс. Я надеюсь, все видео стали полезны. Может, вы захотите в каком-то другом их порядке посмотреть, что-то пропустить, что-то позже посмотреть. Я себе такую завел, так скажем, руководство такое, что, ну, обязанность, что я вот делаю анонс, как вы видите, 42 ролика, все-таки анонс, я думаю, не лишним. Вы на него, может быть, потратите, вот, как я вижу, час времени практически. Но у вас сложится общая картина. Как я и сказал, может быть, вы захотите в другом каком-то... Все равно в видео, которое вы смотрели, YouTube вам помечает таким сереньким, там просмотрены. Вы вряд ли будете на дважды на один и тот же ролик попадать. Поэтому вы можете их посмотреть в любом порядке, в каком вам хочется. Ролики будут добавляться. Конечно же, когда вы, может быть, посмотрите этот анонс, у меня, может, тут будет и 100 роликов через 10 лет. Ну, тогда я, может, и анонс буду, я, может, периодически буду анонсы освежать. Но не после каждого нового добавленного видео, это естественно, да. Как минимум раза в два увеличится, наверное, да. Роликов 100 будет, я, может быть, новый анонс сделаю. Или, как я говорил, будет продолжение анонса. Но это, правда, при условии, что все ролики добавляются по порядку. А если я их буду вкраплять, вот как в этом плейлисте, мне хочется. Я еще раз уже через года, вот прошло три года, я еще раз буду записывать вот с мыслью этой о веганстве, о неубийстве животных, о любви к ним. Я еще буду опять записывать первую главу, вторую, третью, четвертую, шестую, девятую. Еще раз буду идти по Ветхому Завету, потом по Новому, кто знает, когда буду читать. Уже буду на все эти места. Да, вот сейчас я о чем хочу говорить. И, конечно же, по Библии здесь еще далеко не все. И вырывают место, и приписывают Христу там и убийство животных. И манипулируют разными местами. Причем до нас дошедшими неизвестно в каком виде. Все, все средства хороши. Все применяют, лишь бы оправдать свой грех. Я, естественно, по Писанию, как вы заметили, хоть я и много вам показал, я считаю, это тоже немало. Но это все равно, это действительно, можно сказать и начало с другой стороны. Я еще буду писать. По Писанию я, почему я говорю, этот плейлист в основном для именно людей, кто с Библией знаком, кто с ней знакомится. Для кого она является авторитетом, источником каких-то познаний. Да, пусть он там сам для себя выбирает, каких хороших, плохих, добрых. Нет, это еще не конец. И вот сейчас я делаю, да, такой анонс своих будущих планов. Я еще, мне много писали. Кто знает, много мест, это далеко не все. Хотя, вы видите, многие ролики были в свободной форме. Много роликов было по Писанию. Но это далеко еще не все. Все это еще предстоит. Меня просят, но я все не успеваю. На все места дать ответы. Потихоньку я буду наполнять. И вот так я их буду вкраплять. Точно так же, как вы сейчас уже каемочку увидели. Пойдем сверху. Все, что по Библии. Я буду их не по датам, вот как здесь выставлять. А как я опять буду, там, Библию буду писать. Но буду я в этот плейлист их вкраплять вот так вот. В соответствии с хронологией исторических событий. От сотворения той земли и того неба, на котором мы с вами сейчас живем. До новой земли и нового неба, на котором мы будем с вами жить. Когда придет Господь Иисус, с которым мы еще перед новой землей тысячу лет поцарствуем на этой земле, на новой небе. Вот такой вот плейлист, такой его анонс. В принципе, у меня на этом все. Последнее, что хочу вам сказать, это пожелать покаяться в грехе убийства, безжалостного, немилосердного, жестокого убийства живых существ, которые ничего нам плохого не делали, не могут сделать. Мы, которые, более того, которые нас любят, вся природа, все живое, все живое божье творение, и живая материя, как его называют, и неживая, вся любит нас, и мы ради похоти плоти, то есть чрева, похоти очей, или простой, банальной, житейской гордости, я там его застрелил, этого зайца, я там убил медведя, повесил его чучело, голову, или там целиком это чучело набил, ватой поставил. Это что такое? Ради красивой шубки, которой я глазами радуюсь, да. Это что такое? Ради этого мы... Разве хоть одна слеза животного достойна этого? Одна не достойна. Начните тогда со своих детей. Убивайте их, со своих родителей, друзей. Начните с них. С них сдирайте кожу, их пожирайте. С них начните. Потому что вы... Они хотя бы сдачи вам могут дать, друзья. Они даже сдачи. Вы поднимаете свои беззаконные, грешные, грязные руки на чистые души, на животных, которые не могут никак вам дать сдачи вообще. У нормального человека в голове это не может уложиться. Собой я свидетельствую. Я такой же грешник был. Посмотрите на меня сейчас. Кто вам приятен? Тот, кто убийца или тот, кто святой? Кто? Кого вы выберете? Где вы хотите быть? Сейчас вы заслонили стены вот такими вот толстенными кирпичами у скотобойн. Поверьте мне. Поверьте мне. Вы там окажетесь после этой смерти. Вы будете... Вы попадете в тело этой свиньи. Вы все это переживете на собственной шкуре. По-другому Бог не воспитывает человека. Мы ничего не понимаем. Вот когда вы окажетесь в этой холодной скотобойне, ожидая своей смерти, а перед этим еще годами мучаясь, возможно, стоя в стойле, где вас бесщадно доили, неважно то, что болеете вы, вам плохо. Вы будете орать, кричать человеческим голосом в теле этого животного. Но беспощадные люди будут слышать только Вот что они будут слышать. И будут вам перерезать глотку. Наживую. Я вам всем желаю в этом грехе покаяться. Образумиться. Встать на путь света. Встать прежде всего самим святым. И потом, если вы станете этим светом, светите обязательно другим. Если вы любите все Божие творения. Если вы всех считаете на земле людей братьями и сестрами. Всех достойных спасения Небесного Царства. Вы будете их спасать. Проповедуя им. Твердо, жестко, ультимативно. Отказ от греха и сотворение блага. Запомните, что когда вы еще сами отверглись, вы еще ничего доброго не сделали. Ничего ровным счетом. Вы, отвергнувшись греха, убийства животных, ничего доброго не сделали. Вы только вернулись в Адамово состояние. Где вы не должны были делать этого греха. В этом мире можно достигнуть совершенства. Богоподобие чем? Жертвенной любовью. Защитой этих беззащитных животных. Противостоя тем беззаконникам, которые это творят. Проповедью. Грудем и спиной защищать этих беззащитных животных. Вот тогда, при этом вы начнете нести поношение, поругание, оскорбление, унижение. Может быть физические побои. А может и за это мохт распять. У нас люди на все способны. Если они и свинье горло перерезают, которые ничего не сделают. Вам отрежут голову вообще нура. Даже не задумываются. Я вам желаю всем в этом покаяться и встать на сторону света. И засветить всем вокруг. Я с вами прощаюсь. Всем вам желаю всего самого доброго и светлого в вашей жизни. Кому нравится это видео и все какие видео будут нравиться, в частности в этом плейлисте. Или вообще во всем моем проекте, на всех моих каналах. Ставьте лайки на канал и подписывайтесь. Жмите колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Обязательно пишите ваши комментарии, эмоции, размышления. Все там выражайте. Я их всегда читаю. И делитесь этими видео в своих соцсетях, на своих страничках, на своих ресурсах, какие это имеете. Если считаете, что они благо и принесут людям благо. Сделали лучше вас и могут сделать лучше людей вокруг вас, которых вы, как вы сами, всегда говорите и считаете, что любите. Все эти видео доступны бесплатно, свободно на всех моих каналах и на моем сайте христолюб.ру Все. У меня на этом все. Всех, кто любит все Божие творение, я по-братски нежно целую и крепко обнимаю. До встречи во всех моих новых видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok